На руках жителей поселка Красный Гор несут своего 80-летнего соседа. Несмотря на серьезные ожоги спины и болевой шок, скорая к дому пожилого человека не приехала. Точнее, не смогла проехать. Дороги нет. Вчера, видимо, в связи с прединсультным состоянием у человека потеряно чувствительность и координация, он прислонился к газовой плите, у него загорелась рубашка, сгорела вся спина. Скорая помощь, опять же, смогла доехать только до того места, где остановились вы до пятого дома. Ситуация совершенно неприемлемая, возмутительная. В дорожную западню в поселке Красный Бор попадают не только взрослые, но и дети. Шестилетний ребенок увяз грязи и кричал о помощи. Шел вот здесь, вот шел, хотел перейти дорогу, и вот здесь вот жез завяз. Ножункой прям по колено. Он кричал просто-напросто. Кричал, соседи побегали, он, люди добрые, помогите кто-нибудь. Примечательно, что еще год назад в поселке была крепкая, хоть и грунтовая дорога. Но потом началась прокладка централизованной канализации, которая, несмотря на сроки, до сих пор не сдана. Как результат, уже несколько месяцев люди живут и без новых коммуникаций, и без дороги, которую разбили при ее прокладке. Чтобы у экстренных служб была хоть какая-то возможность подъехать к домам жителей, в поселке Красный Бор выполнили отсыпку дороги. Правда, сделали это частично. И использовали не совсем стандартные материалы. Бетонные блоки и арматуру с металлическими штырями. Причем, как говорят местные активисты, это бездорожье стоит бюджетных денег. Еще в том году в рамках ремонта канализации были выделены сотни тысяч рублей на восстановление поселковой дороги. Местная администрация то, что было год назад, не комментирует. Но, говорит, работы, которые выполняются в поселке сейчас, проходят в небюджетных источниках. Предприниматель выделил трактор, вот здесь снял жижу, уплотнил обитым кирпичом, который у него был. И тоже сейчас частники дали песка со своей территории. То есть, вот таким вот образом более-менее сделали хотя бы плотную основу. А дальше мы продолжим. Просто сегодня погода не позволяет. Ну а так, в общем-то, подрядчики заряжены, они уехали за материалом. Привезти дорогу по всему поселку в порядок местные власти обещают до конца месяца. Дарья Куос, Константин Дмитриев. День в событиях.